Привет, друзья! После последнего ролика, в котором я назвал Северный Флот единственными достойными наследниками дела Короля Ишута, многие возмутились. Мол, что же ты такое несёшь? Вот же князь, вот же те, а эти... ну совсем другое. Немного, конечно, печально, что кто-то смотрел ролик в полуха и просто не понял вполне очевидных вещей. Но сейчас, на примере ваших так называемых наследничков, я попытаюсь ещё раз донести эту простую мысль. Сразу скажу спойлер для тех из вас, кто любит ныть, что потратил зря своё драгоценное время. Краткое резюме всему услышанному. Ммм, хуита! А для тех, кому хочется услышать чуть более развернутое мнение, поехали! Мой ас, мы можем. Это так хуйно. Бой. Раненый. Еще секунду, и скажу, привык. Кандинавта. Разумеется, друзья, хватить весь пласт этой пигонской культуры при всём желании невозможно. Сам Андрей Князев недавно отметил, что в каждом городе можно найти пару-тройку трибьют группы или тому подобных явлений. Да и неблагодарное дело тратить время на такие пустяки. Так что при прослушивании я ориентировался исключительно на тех исполнителей, чьи имена мне наиболее часто советовали послушать, и тех, кто относительно на слуху и даже выступает на фестивалях. Начнем с коллектива Нагард, как ретокола всей эрзацкой роли шут-культуры, многоуважаемого Андрея Князева, как непосредственно оригинального причастника я оставляю за скобками. Налицо очевидное подражание как непосредственно творчеству шутов, так и имиджу музыкантов и даже их сценографии. Помимо вторичности и бытия в духе короля шут категории B, главной проблемой Нагарда является сонграйтинг. Для панкрока слишком душный, для металла слишком простой, плюс ко всему все очень предсказуемого, до зубного скрежета. Смешно, что порой это больше похоже даже не столько на короля шут, а на творчество младшего Горшенева, особенно в те моменты, когда он пытается казаться своим братом. Фальшь. Наверное, больше всего раздражает использование чужих аранжировочных моментов, вместо того, чтобы придумать какие-то свои находки. Причем, ладно бы это смотрелось аутентично, как милая ностальгия, отсылочки, уважение и прочее, а это все звучит каким-то сумбурно, нелепо, комом. В итоге получается какая-то пародия, чем что-то большее. Особенно, если учесть, что вокалу не хватает энергетики и напора, да и само исполнение неуверенное. Вот вы мне скажете, а зачем сравнить? А зачем косить под одну единственную группу и конкретных вокалистов, музыкантов и их стилистику? Местами вообще прямое цитирование всего, что только можно представить. Это вообще мое любимое в мировой музыке, когда музыканты переставляют местами ноты, напрямую берут конкретные ходы, ведь все же идиоты. Никто не поймет, откуда вы это позаимствовали, а простите, вдохновились, конечно же, обмазавшись реминесценциями. В общем, есть свой слушатель, и слава богу, успехов во всех начинаниях. Следующими у нас идут сказки Черного Города. Сейчас скажу очевидную вещь, логично вытекающую из названия группы. Но если бы музыканты обратили свой взгляд на культуру африканского континента, его музыкальные традиции и мифологию, то они могли бы выигрышно смотреться на фоне других эпигонов. Так еще никто не делал в СНГ, и они могли бы стать первыми. Но, увы, главным же плюсом сказок Черного Города является визуальный имидж группы, которая не стремится, очевидно, копировать короля шут. А наиболее важными творческими достижениями на фоне конкурентов является то, что музыкантам удалось записать дуэт с Михаилом Горшеневым, а спустя пару лет и с Андреем Князевым. И то, что вокалист сказок выступает в роли Алексея Горшенева в постановках эльфийской рукописи, а во всем остальном строго по палате. Исполнитель вокальных линий также отыгрывает роли и Князя, и Горшка. Возможно, Князева даже больше. А сонгрантинг на таком же уровне. Попытка натянуть узнаваемые ходы короля и шута на свои посредственные творческие возможности. Выкиньте заимствование, и кто будет это слушать? Основная проблема самого коллектива так это инструментальная затянутость. Все композиции можно смело укоротить в два раза. Никаких интересных музыкальных идей, оправдывающих такой хронометраж, нет. За счет этого только полностью просажена энергетика и драйв. С другой стороны, хорошее снотворное. Проект спектакля Джо выделяется на фоне вышеназванных групп, только большей театральностью исполнения. Во всем остальном ровно то же самое. Утомительный сонгрантинг, словно копирующий альбомы «Продавец кошмаров» и «Тень клоуна». Вот вроде разные люди, музыканты, а звучит все одинаково. Группа «Борода Бабая», признаюсь честно, удивила меня сонграйтингом имени Андрея Князева. Я не мог себе даже представить, что кто-то в стравом уме захочет подражать его сольному творчеству. Наверное, фанатам проекта «Князь» придется по вкусу, а как по мне, так весьма посредственно. Rotten Totten же словно разрываются между попытками делать что-то свое и имитировать совсем другой проект. И в итоге проигрывают общие тенденции. ПЕСНЯ Вообще складывается впечатление, что услышав одну из этой прияды эпиконов группу, я, считай, слышал все. А вот капитанский ром я даже не понял. То ли это пародия на самих королевшу, то ли на кровавый риф, развивающий тематику пластинки бунт на корабле и пиратскую романтику. Но все звучит как-то для выбранной темы уныло. ПЕСНЯ И знаете, друзья, наверное, на этом все. Было еще несколько коллективов из тех, что мне посоветовали прослушать, но я их оставил за кадром. По ряду причин. Одним, я не хотел делать вообще хоть какую-то рекламу из-за их нечистоплотности в промоушене. Другие звучали настолько худо, что служить их вообще не надо никому. Никогда. А третьи просто пытались русифицировать мислиц, причем эпохи Майкла Грейвса, что тоже неуместно в рамках ролика. И вот серьезно, кто-то из вас, друзья, считает, вот всех эти, вышеназванные и неназванные коллективы достойными продолжателями, вы вообще понимаете в таком случае, что значит продолжить? Это условно, когда Iron Maiden перехватывают флаг у Deep Purple, а Металлика приходит им на смену. Согласен, метафора глупая, но вполне доходчивая. Каждое новое поколение музыкантов развивает то, что сделало предыдущие, а не берет все, вплоть до внешнего имиджа и сценографии, и делает свои фанфики по мотивам чужого творчества заметно ему уступающими по всем параметрам. Сами короли Шут, когда появились на сцене, они были вполне самобытным, узнаваемым и уникальным явлением по всем составляющим. Любить же Эрзаации, Пегон, это как после расставания со своей второй половиной, не двигаться дальше, а искать точно такого же человека, но в другом, быть может даже намеренно подгоняя его под то, что было раньше, вместо того, чтобы набраться мужества, смелости и окунуться во что-то новое. Чтобы быть горшком, мало поставить иглы, напялить кожаный плащ, выбить зубы и петь низким голосом, или там выпящивать глаза и строить страшно смешные рожи. Все это внешний атрибут. Нужно понимать, почему музыканты принимали такие творческие решения, а не другие. А в итоге, как всегда, мы получаем то, что было в отечественном хэви-металле в нулевые, когда каждая вторая группа в этом направлении пыталась быть арией, а вокалист петь как Валерий Кипелов. Заимствовали форму, но не понимали ее содержания. И вот здесь скрывается еще одна проблема. Как и в случае с Арией, так и в случае с Королем и Шутом. Сами музыканты, участники этих групп, слушали музыку далеко за пределами одного выбранного конкретного поджанра. Они были открыты к любой хорошей музыке, которая соответствовала их представлениям о ней. И поэтому они могли более масштабно творчески мыслить. А эпигоны, что вот они слушали группу Короли Шут, ну потом князь появился, да? И они просто берут и уже основываясь от творчества этих двух, ну трех групп допустим, уже пытаются построить свое творчество и их музыкальная палитра, как и творчество изначально в проигрышной позиции, потому что у них меньше выразительных средств. Я понимаю, что для людей с минимальной наслушанностью, не самыми высокими требованиями, такие коллективы заходят на ура. И не надо рассказывать сказке, что мол они хоррор-панки. Просто послушайте тех музыкантов, что работают в этом направлении по всему миру. Они все, что копии Мисфит, или того же Короля Ишута, или Король Ишута-то было что-то большее, чем хоррор-панк, или что-то меньшее. В любом случае это разнообразие. А здесь послушал и забыл. И такие вот наследнички могут только обесценить саму группу в глазах обывателей, но чаще всего самих себя. И Андрей Князев тому живое убедительное доказательство. Все музыканты и люди причастные к проектам рассматриваемые в ролике вполне возможно в жизни очень хорошие и замечательные во всех отношениях. Но то эпигонство, которым они занимаются, не вызывает никакого одобрения. Вы даже не представляете, как на самом деле все это было тошно слушать. Вот хоть какая-то искра самопытности, щепотка, но нет. Знаете, раньше в США у особо удаленных была претензия, что, мол, Металлика специально пишет музыку для пыток заключенных в всяких таких вот заведениях типа Гуан Томо. И вот знаете, если каждый день крутить вот этих эпигонов круглые сутки на пролет, то мне кажется, вполне возможно, можно сойти с ума. Нет, безусловно, я и сам в Купертате лет в 13-14 страдал подобной ерундой. Только у меня хватало ума оставлять это достоянием себя, друзей и иногда соседей. Где-то у моего школьного товарища возможно сохранились те записи, а вам и так и быть, чтобы не быть голословным, продемонстрирую кусочек из одного более позднего пистица, который казался мне в свое время очень смешным. Растенил сам мир на сотни тысяч страниц. Равнодушных лиц поток черерой. Разумеется, все искусство построено на предшествующем. И то, что делает его оригинальным, это то, как новые художники развивают заложенные традиции, иногда переосмысляют их, в общем, черпают из источника вдохновения, но никогда пытаются снять в ноль и играют и сочиняют хуже, чем было. А то, но дело, когда, как в случае Северного флота, формируется преемственность видения во времени и пространстве. Я уже перечислял в ролике про дебютный альбом коллектива, какие песни можно назвать предтечей его существования из Короля Ишута. Но давайте вспомним еще и про финальный аккорд Михаила Горшенева, зонг-оперу ТО. Что к ней ближе? Орды, копирующие Короли Шут конца 90-х, начала нулевых или Северный флот, развивающие в своем творчестве что-то большее? И ладно бы, если бы эти эпиконы занимались деконструкцией мифа Короля Ишута, выворачивая архетипичность, их творчество наизнанку и представляя все в какой-то новой неожиданной форме. Но нет, все довольно ожидаемо. Даже стуритейлинг, но без особого понимания, что же это вообще такое? Можно сказать, что, как я уже отмечал, про сказки Черного Города, и это будет справедливо по отношению вообще ко всем суррогатам, если они выкинут из своего творчества и исполнения кишинку, назовем это так, их аудитория заметно просядет, поскольку та публика, на которую они работают, не особо-то и хотят оригинальных песен, жанров или исполнения. Вот чтоб как 20 лет назад было, и, в общем-то, вот, с пивком потянет. И смех и грех. Единственное, за что действительно стоит сказать спасибо всем музыкальным формациям, работающим в жанре подражателей, так это за то, что они из года в год доказывают величие и превосходство Короля Ишута, коллектива, которого давно уже нет, и который так никто и не смог превзойти или заменить. Для себя, лично, я выбрал будущее и музыкальное развитие, и поэтому для меня Северный Флот — это прямые и единственные наследники. они продолжают развиваться, пробовать что-то новое, ошибаться, искать новые решения, одним словом — жить. А тем, кому по душе ветхая имитация прошлого, которая как бы не хотела свернуть, это просто невозможно, то слушайте на здоровье группу «Князь» и прочие сопредельные проекты, и будьте счастливы. Такие дела. Друзья мои, берегите себя и своих близких. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Как только мы наберем 1100 подписчиков, проведем стрим. Поддерживайте контент, чеканные монеты и репостами в социальных сетях. До новых встреч. Удачи!